14 октября в Украине отмечался День украинского казачества. В годы независимости значительно вырос интерес к славной истории казачьего войска. А в государственном гимне звучат слова «Все мы братья казацкого рода». Памятники и легенды об украинских казаках есть и на улицах Одессы. Вот только отношения к ним не всегда надлежащие. Название Дуба «Черная ночь» – напоминание о печальной для украинского казачества событиях. В 1791-1992 годах часть запорожцев по царскому повелению переселяли на Кубань. Дуб, посаженный казаками в Одессе, тогда еще Хаджибей, стал символом связи между украинцами Кубани и Причерноморье. Посаженный спалин был в надежде на то, что когда он вырастет, казаки снова объединятся. А еще существует легенда, что недалеко от Дуба закопан клад, но где точно не знает никто. Черная ночь хранит эту тайну. Собственно, в наши дни даже теоретически невозможно было бы искать этот клад, возник не такая идея. Огромное дерево с собственной мини-экосистемой настолько окольцовано по периметру чудовищными будками всякой формы и такого же содержания, а оставшаяся еще земля настолько загрязнена, что, пометуя легенды о перемещающихся кладах, предполагаемые сокровища самостоятельно покинули свое место погребения. И по делом нам, потомкам, мы и Дуб-то толком сберечь не можем. Вся надежда на его внутренние резервы, о том, что это ботанический памятник природы местного значения, который старше самой Одессы, в основном чудовникам напоминают имя же установленной таблички. Коммерсантов всех мастей это явно не беспокоит и не нарушает их привычного уклада. Так сказать, бизнес есть бизнес. Ничего личного и плохого против Дуба конкретно не имеется. Нужны деньги любой ценой. Ну что поделаешь, если за счет истории родного края в частности. Впервые, что ли? А как проектировать будки или их коммуникации, новые поколения в любом случае научат. Благо, к примеру, политех напротив. А там цифры, чертежи, конкретика, опять же, тесты недокультурного наследия. Так и живем.